Павел Панделевич, вот этот матч, он... Вы получили ответы на те вопросы, которые у вас были, или наоборот, этих вопросов стало, может быть, еще больше? Ну, скажу, частично получил, частично больше стало вопросов, особенно много вопросов у меня по организации игры в центральной части поля, по полузащитникам, есть вопросы по забитому мячу, и вопросы к нападающим по реализации, минимум созданных моментов. В первом тайме при счете 1-0 Бирюков, выход 1 на 1, который должен реализовывать. И во втором, там, такие моменты, которые, ну, скажем так, на голевые тянули, и у Мичуренкова при хорошей подаче с фланга Дранникова обязан был головой забивать мяч. И в концовке сейчас у Болова быстрее нужно было работать. Вопросы есть, много вопросов. Ожидали больше? Ну, в принципе, предполагал то, что остается до старта чемпионата 5 дней. Предполагал, что будет где-то в подсознании сидеть то, чтобы травмы не получили. И мы говорили об этом, что аккуратно нужно сыграть, дабы не получить травму. И считаю, что, и предупреждали об этом, что сказался не должный настрой на игру. Вышли, быстрый гол на первой, то есть на второй минуте, быстрый гол. И так все, ни шатка, ни валка все. И огромное количество потерь. Много черновой работы делали в отборе мяча, когда мы говорили о том, что нужно контролировать мяч. Мы говорили о том, что нужно моделировать игру с Волгарем, попытаться навязать свою игру, забить мяч. И потом отойти за счет контроля мяча и быстрых атак вести игру в таком ключе. И, в принципе, все к этому было, все это было. Быстрый гол, все. Но тот контроль, который был и в первом тайме, и во втором, очень слабый контроль мяча. Поэтому мы больше оборонялись, чем созидали. Насколько стартовый состав в сегодняшнем матче будет близок к тому составу, который выйдет на первую игру сезону? Ну, я скажу, что где-то близок он будет. Может быть, изменения в одной-двух фамилиях. Не более того. О новичке, если можно, который сегодня появился на поле? Ну, его состояние и уровень показанной игры далек от своей, наверное, оптимальной формы. И не впечатлило у меня. Скажите, насколько сейчас команда готова к старту, если вот от 100% к старту сезона? Ну, к старту сезона процентов на 75, не более. С чем это связано? Не в функциональном плане, а в плане сыгранности процентов на 75. Потому что у нас в мисс сезоне сейчас пришло у нас 7 новичков, да, ну, за минусом вратарь, 6 полевых игроков. И нужно для этого время, чтобы наладить игровые связи. Потому что ребята пришли с различных клубов. И манера игры многих из них отличается от той манеры игры, которую мы проповедуем. Да, мы проповедуем факел, быструю, скоростную игру, основанную на контроле мяча, на контроле мяча и быстрой атаки. Допустим, ребята, которые пришли у нас с Волгаря, Астраханского, там совсем другое. Они играли все время от обороны, чисто от обороны, уповая на стандартные атаки быстрые. Все, поэтому нужно время привыкнуть, перестроиться, сыграться, все. Это, ну, ситуация близка к той, которая была в прошлом году. Там была немножко другая ситуация. Большая ротация была связана с тем, что, ну, команда классом выше, повышение в классе получила, перейдя из профессиональной футбольной лиги в футбольную национальную лиги. И, в принципе, такая же, приблизительно такая же ситуация. Ну, здесь, может, немножко, она должна, с моей точки зрения, пройти немножко менее болезненно, чем в прошлом году. Потому что, ну, как бы там ни было, костяк команды у нас остался костяк. А вот ребята, которые влились, это игроки хорошего уровня, уровня футбольной национальной лиги, которые играли в своих командах в основном составе все практически. Все, ну, просто нужно будет время для налаживания игровых связей. А в функциональном отношении на сколько процентов, как вам кажется, готовой команды? Функционально, я думаю, процентов на 85-90 готовой команды. А на столбой так уже к августу, да? Ну, не к августу, зачем к августу. Может быть, к августу, да. Но в функциональном плане я не вижу проблем. Абсолютно не вижу. Проблема в взаимоотношениях, взаимопонимания на футбольном плане. А будет ли Факев искать еще одного более габаритного нападающего? В прошлом году у нас был Заболотный высокоростный, был Касьян. А Саталкин немного другого плана, у него 179 сантиметров. Ну, Саталкин другого плана, я согласен с вами, игрок другого плана. Он более, скажем так, комбинационного плана и более созидательного, и более технически вышеоснащенный. Он хорошо оснащенный технически. Просто Саталкин пока еще не... Он приехал к нам, не в оптимальном состоянии. Потом травма у него, несколько тренировок он пропустился. Когда наберет форму, это будет совсем другой Саталкин. Я просто знаю потенциал, его техническая оснащенность, умение исполнить те моменты, которые у него есть. Он доказал эту игру и в Сахалине, команда Аутсайдер, в прошлом году команда Аутсайдер. Он забил порядка 9 мячей, забил в Волге Нижегородской за первый круг, он 5 мячей забил. Он достаточно квалифицированный игрок. Но пока его состояние и микротравма, которая у него есть, у него колено побаливает все. Поэтому мы заменили его, дабы не усугубить эту ситуацию. А так, я считаю, что та игра, которую мы выстраиваем, габаритные форварды нужны тогда, когда очень большой объем работы, скоростной, дают крайние полузащитники с хорошей передачей в штатную площадь. Вот там нужно навязать борьбу. Но пока у нас крайние хавы, кроме Вани Лукьянова, пока не дают такой работы. У нас манера игры строилась в прошлом году немножко по-другому. У нас наоборот Альшин и Коробов, когда были, они заужали. И за счет контроля мяча, за счет дриблинга обостряли игру в центральной части поля. Сейчас у нас появился Ваня Лукьянова. И мы искали такого полузащитника. И хотелось бы и второго такого полузащитника. Тогда будет работать полноценно фланги. Фланги с взаимозаменяемостью, с подключением крайних защитников. Тоже, которые умеют и охотно делают. Это и Дранников, и Багаев, и Бурнаш. Сейчас наиграем его как крайнего защитника. Поэтому тут и стиль игры немножко поменяется. Если появятся у нас фланговые хорошие еще один игрок. Как вам играл Лукьянова сегодня? Показалось, что в пропущенном мяче части его вины есть. Он не побежал за своим оппонентом. Ну, он сейчас стал в атакующих действиях. Да, это все. Но здесь и центральный защитник, и крайний защитник. С этой стороны Бурнаш нужно было заужать. Динамичная атака с хорошей нацеленной передачей. Тут череда ошибок. Не накрыли там во фланге. Дали заделать нацеленную передачу. И здесь подковую борьбу проиграли. Но в целом вы довольны выборами, да? В целом нет. В целом нет. В целом нет. В целом нет. Есть вопросы, я это вначале сказал. Есть вопросы, на которые мы будем работать. Справлять. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова